Эту тем более подробно обсудим с Александром Савченко, это профессор, ректор Международного института бизнеса, банкир и экономист. Александр, здравствуйте, рад вам в эфире Freedom. Да, здравствуйте. Вот читаю цифры, понятное дело, здесь очень много цифр, очень много разной информации касательно трат Российской Федерации на войну. Но вот я зачитаю коротко, что написало издание Reuters, авторитетное международное издание. Пишет, что Россия увеличила расходы на войну до 13,5 трлн рублей в 2025 году, то есть еще больше, чем в этом году. Тут идет свою речь очередь о расходах на национальную оборону, они возрастут на 23%, также по сравнению, кстати, это 23% это 13,5 трлн рублей для наших зрителей, поясню. По сравнению с этим годом было потрачено 10,8 трлн. Ну и отмечается, что это самая большая сумма, которую Российская Федерация готова потратить на оборону со времен Холодной войны. Что эти цифры говорят вам, Александр? О чем они говорят? Ну они мне говорят о том, что военная направленность ключевая в этом бюджете. То есть это философия Путина, Кремля, это стремление к смерти, к насилию, к террору. А бюджет только оформляет вот эту целевую функцию существования как российской власти, так и целого государства. То есть надо иметь это в виду. Это имманентная составляющая и бюджет оформления этого. Но есть и хорошее. Вот я нашел много хорошего в этом материале. Когда изучал бюджет, я пришел к выводу, что не удастся Путину потратить на войну больше денег в следующем году, чем в этом. Он, кстати, планирует приблизительно нанести удар по бюджету. Будет больший дефицит в последние месяцы. Будут выделены колоссальные средства, которые он потом перепишет как рост ВВП. А на самом деле это будут расходы бюджета. У них есть такие манипулятивные моменты. И припишет себе 2-3% роста ВВП. На самом деле будет минус уже в этом году. Он его сделает плюсом небольшим. Полтора процента. Так, ну этот минус, ну он может прятать за статистикой. Так. Но в реальности он его не может спрятать. Почему? Потому что сокращение доходов граждан, вернее населения Раши очевидно. Очевидно, что цены в этой стране сейчас выросли не на 8,5%, а где-то на 18%. Почему? Потому что Центральный банк даже с ставкой 19 не может погасить инфляцию. Он вынужден будет повышать ее до 20 уже в этом месяце. Вот результат какой. Сколько бы Путин не хотел и не писал. Да, он просто приказывает Кабинету министра у Минфину обеспечьте мне вот такое финансирование. Они берут под козырек и правильно вы назвали источники. Так, налоги повышаем, но уже повысили, дальше некуда. Хорошо, в фонд национального благосостояния, но там уже ликвидной части даже меньше уже, чем 5 триллионов. Причем большая половина в золоте монетарном, а его продавать быстро нельзя, потому что цена падает. Остается что? Печатать деньги. А их тоже тяжело печатать. Как сейчас в современном мире печатают деньги? Выпускают государственные облигации. Их покупает бизнес, а бизнес отказывается покупать. Говорят, давай проценты не 17 нас уже не устраивают, а где-то 19 давай, тогда может что-то куплю. Тогда заставляют покупать государственные банки. Они тоже отказываются. Отказываются, Минфин не может продать сейчас долговые обязательства. Процентные маленькие и денег нет уже у бизнеса и у банков. Поэтому они накачивают банки деньгами, потом покупают облигации и начинает расти инфляция и падать валюта. Вот за последние две недели она упала драматически. Там где-то было у них, было 90, так, было 90, а сейчас уже 97-98. Ну 100-100% будет. Мой прогноз был больше, 105 где-то на конец года. Но тем не менее, видите, то есть это первое повышение расходов на войну. Не может уже Раша поднимать налоги. Через девальвацию, инфляцию, фиктивный рост не выйдет это у Путина. Поэтому есть все шансы у Путина проиграть войну в следующем году. И он это понимает. Поэтому бросает все силы на мобилизацию, ну так скажем, коммерческую мобилизацию. Вы знаете, уже надо 3 миллиона платить, чтобы кого-то подтолкнуть к авантюре. Ехать в Украину и умирать. Я посчитал, чтобы, вот как он говорит, если они мобилизуют через коммерцию где-то 35-40 тысяч на месяц, это приблизительно столько, сколько Украина утилизирует за месяц, то не хватит бюджета, если по 3 миллиона платить. Я посчитал, что бюджета не хватит на подъемные и на гробовые. Еще ж гробовые увеличиваются. Украинская армия утилизирует уже иногда полторы тысячи в день. Ну за тысячу это уже стабильно последние 2-3 месяца. А там гробовые надо по 5 миллионов выплачивать, подъемные по 3 миллиона. Еще там какие-то. Нет денег. Надо печатать деньги. Печатаешь деньги, падает курс, растет инфляция. Вот куда завел Путин экономику, социальную сферу. Действительно, вот такая тяга к смерти, к прошлому, ведет и экономику к смерти. К счастью для него народ очень терпеливый. Будут еще терпеть. И следующий год будут терпеть. Поэтому, ну, надо новые санкции, новые удары вооруженных сил Украины. Тогда, может быть, поумнеют, поумнеют население Раши и поймет, в какую авантюру он их завел. Еще важный момент. Ведь не стоит забывать о том, что абсолютно все деньги, которые Путин тратит на войну против Украины, это же деньги не Путина лично. Это деньги российских налогоплательщиков. И вот, в свою очередь, правительство Российской Федерации продолжает сокращать финансовую поддержку регионов на фоне увеличения расходов на войну против Украины. Согласно проекту, основанного финансового плана, в 2024 году объем перечислений из федерального в региональные бюджеты составил чуть более 3 триллионов рублей, что на 10% меньше, чем было запланировано ранее. Это произошло в основном за счет уменьшения объема дотации для регионов. Сокращения ожидаются. И в следующем году ранее Путин заявил, что в приоритете российского бюджета должны быть расходы на оборону. Согласно проекту бюджета на 2025 год, правительство Российской Федерации собирается потратить по статье «Национальная оборона» рекордные 13,2 триллиона рублей, что соответствует более 140 миллиардам долларов. И таким образом доля расходов на армию в российской казне составит 32,5%, что является беспрецедентным уровнем со времен Советского Союза. На себе, на чем именно могут почувствовать россияне такие колоссальные траты, растраты денег на войну против Украины? На себе имею в виду в жизни, ведь мы видим, что дотационные начисления уменьшают. Ну вот смотрите, вы правильно говорите, когда в долларовом измерении меряете расходы по старому курсу. Но я вас уверяю, новый курс доллара, среднегодовой в следующем году, будет где-то 120-130. И в долларовом измерении расходы на войну упадут. Вот этого Путин понять не может. И покупательная способность денег тоже упадет. Вот до конца этого года и в следующем году падение будет, внутренняя покупательная способность процентов на 25 упадет. А это инфляция. Даже, видите, у министра обороны есть брат родной, который руководит экономическим центром, приближенным к правительству. И вот этот центр посчитал, что в этом году цены на продукты первостепенной важности, те продукты, на которые тратят простые россияне. Там нет машин, там это хлеб, одежда, яйца. Ну вот простые продукты выросли уже на 22%. На 22%. А в следующем году будут расти еще больше. И вот именно на своем кармане самое бедное население Раши и будет ощущать. Вот все это. Я вам больше скажу. Вы правильно сказали, что на регионы из центра уходит уже меньше денег, меньше поддержка. А их еще заставляют финансировать вот эти подъемные из местных бюджетов. По 3 миллиона платить за каждого потенциального убийцу. Так, дальше их заставляют перечислять средства на восстановление разрушенных территорий. Вы видите, что оставляет после себя рашистская армия. Это просто руины, где нельзя жить, существовать, где смерть вообще господствует. И биологическое, и человеческое. Там животные даже уже жить не могут. А поэтому их заставляют через дотации поднимать эти регионы. Заселять вот туда какую-то бедноту, вот они свозят с Раши и заставляют работать. И поэтому фактически вот эта нагрузка ложится тоже на региональные бюджеты. Процентов на 30 за счет регионов их заставляют восстанавливать вот все эти развалины, которые вот Путин сотворил. И, конечно, за все надо платить в этом мире. И расплата будет не только на небесах, но и на земле. Вот сейчас они платят снижением своего жизненного уровня. Ну а потом, я так думаю, вот через экономическую разруху, то, что они натворили военной силой, экономическая разруха вот будет такого же класса, такой же силы вот в исконно российских территориях. Даже без того, чтобы украинские вооруженные силы их захватывали. То, что вы знаете, президент, одна из концепций его видения победы состоит в том, чтобы война шла не только на территории Украины, но и на территории Раши. И вы представляете, им еще в два раза надо больше будет сбрасываться регионов, чтобы восстанавливать руины. Потому что что они сейчас делают в Курске? Они делают то же, что делали в Мариуполе или в Бучи. Они сносят свои же поселки, строения, заводы вот этим шквалом огня. То есть все там, по сути, я вижу вот такую философию. Вот эта философия разрухи — это будущее Раши. Вот какое будущее видит Путин. И я думаю, пришло время задумываться населению Раши, что их ждет впереди. Вот то, что они сейчас видят на этой картинке, они будут видеть в своих городах, в своих селах, поселках городского типа. Ну вот так я бы сказал. Да, Александр, огромное вам спасибо, что вы нашли время присоединиться к нашему эфиру за ваши комментарии. Напомню, Александр Савченко, профессор, ректор Международного института бизнеса, банкир и экономист с нами был на прямой связи. Если в вашей стране заблокирован доступ к видеосервисам, в том числе YouTube, прямой эфир телеканала Freedom круглосуточно доступен на нашем сайте uatv.ua. Чтобы получить доступ к нему через VPN, введите в поисковой строке вашего браузера «Скачать VPN» и установите приложение согласно инструкции. Таким образом вы получите доступ к открытому просмотру эфира нашего телеканала. Также на сайте Freedom самая оперативная и объективная информация в открытом доступе.